Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Мы продолжаем говорить о периодах в жизни каждого из нас. Сегодня я хотел бы поговорить о периоде с 21 года до 25 лет. Я называю это период профессионального поиска. Кто-то скажет, что в этот период мы уже давно заканчиваем учиться в университете и уже определились в своей профессии, но это далеко не так. Мои исследования и, мне кажется, обычные наблюдения каждого человека показывают, что люди, которые учатся в определенных учебных заведениях в этом возрасте, на 90% не уверены, что это будет дальнейший их путь. Получение образования в нашей культуре, в наших странах не всегда связано с будущей профессией. Первое, что мне приходит на ум, это врач Розенбаум, ставший звездой стран. Когда мы начинаем приобретать какие-то профессиональные знания, вернее, когда мы приступаем к выбору профессии в предыдущем периоде, мы не до конца понимаем вообще, что мы выбираем. Выбор на самом деле происходит намного позже. У кого-то в самом начале, в 21-22 года, когда ты уже на середине обучения, ты понимаешь, мое не мое, но поскольку нет особого выбора, особой альтернативы, продолжаешь двигаться в этом направлении. Кто-то переводится, кто-то понимает, что взяв этот долгожданный вожделенный диплом, он просто пойдет и будет заниматься другими вещами. Кто-то учится вообще просто ради диплома. Не важно, почему и как ты учишься, в это время происходит выбор твоего профессионального дальнейшего пути, выбор твоего призвания, определение окончательное. И я бы, знаете, так назвал, когда ты копаешь вот эту колею, из которой потом практически невозможно выбраться на оружие. И здесь, опять же, очень важна наша с вами отцовская рука. Самые вообще успешные люди в своей профессии, самые звездные профессионалы, это люди из какой-то династии. То есть дед был столером, отец был столером, я столером. Прадед чинил карбюраторы, дед этим занимался, отец, и я это делаю. Вот это настолько сильно, что невозможно переоценить. Мы влияем не словами, мы влияем нашей жизнью. И вот, драгоценные отцы, страсть вашей жизни, настоящая страсть, не поддельное фальшивое стремление к чему-то, а настоящая реальная страсть в вашей жизни будет обязательно впитана нашими детьми. И вероятность того, что он выберет ту же самую профессию, в которой вы проявляете страсть или то же самое увлечение, весьма велика. Если вы профессионал своего дела, если вы посвятили свою жизнь чему-то по-настоящему важному для вас, то ваш ребенок как минимум повторит ваш опыт, может в другой сфере, но повторит. Он будет настолько же страстным и настолько же посвященным, но возможно он выберет вашу дорогу. Вам нужен вот этот пример. Ну и опять же, я думаю, что имея опыт общения с вашим ребенком, вы понимаете, что для него важнее, что он сможет и в чем он, что важно, будет наиболее успешным. Помогите ему, покажите этот путь и вы будете в вас. Субтитры создавал DimaTorzok